всем привет хочу показать герань которая еще цветет радует у меня здесь населась очень много одуванчика тут прям такой хороший здесь и такие хорошие даже не думала раньше вроде не было я стараюсь как-то не вырывать тут тоже такой хороший здесь и здесь такой насыщенный надеюсь что я хочу корни в общем вырвать и корни засушить для корней осень сама то я все хотела сделать такое одуванчиковое кофе и как-то не успевала то уже весна то осень пропустила уже зима и не как время так быстро бежит вот еще цветочки растут семена собрать еще мокрые какой-то но я уже собрала много вот здесь тоже еще все цветет и пахнет красота ноябрь а им не почем правда погода у нас хорошая хотя дожди когда дождь слякоть тогда кажется что вообще минусовая температура вот тут тоже одуванчик сейчас я буду вырывать и засушивать корень с листочков тоже можно делать как-то я не знаю можно салат делать но я не пробовала так иногда делала там кидала немножечко но чтобы так серьезно к этому специально чтобы что-то сделать дело его по моему воде надо вымачивать чтобы горькость ушла хотя горькость это же хорошо почему зачем его вымачивать но не знаю может кто что подскажет какие рецепты или что можно с одуванчика делать кто-то суп варит мне как-то писали стихи ру где я про дуванчик стихотворение написала и там было такое ну ладно красоту эту прям хочется смотреть и смотреть еще удивительно у меня здесь от розы вышел такой отросток такой он какой-то сбежной такой длинный и роза одну совсем другая откуда она не поняла здесь такое таки стебли могучие а здесь тоненький такой длинный не знаю что с ним делать он так на елочку упал и держится мы посмотрим весной посмотрим или пересажу его тросток не знаю сейчас буду выкапывать такой глубокий какой-то узнаю я смогу его нет не сказать что он там это как тоже такой маленький не особо тут корень есть это как где-то я видела морковку смотрят такая ботва большая такая красивая и выкапывает вытаскивает а там такая маленькая морковочка и наоборот здесь ботва такая такая хилая какая-то не очень оттуда такая морковка большая такая насыщенная ну вот это как жизни не все по можно определять что блестит горит не все золото что блестит вот так и здесь вот ботва красивее чем корешок пойду дальше смотреть где-то среди цветов то же самое да я вижу я наберу корни вообще нету корни обалдеть там немножечко но здесь ботва так ботва такой одуванчик что-то наверное сделаю какой-нибудь салатик жалко выкидывать маленькие маленькие маленьком о чем я говорил такой маленький но корешу побольше как-то я буду просто тянуть точно лучше ну обалдеть все вокруг цветочков сейчас я попробую потянуть не буду я как-то ожидала побольше потолще какие-то корешки ну тут немножечко побольше есть что я туда брошу здесь я хороший маленький да удаленький как говорится не хорошо идут а я тут с этими с лопаткой пришла тоже идет хорошо ну вот так накопаю себе потом буду показывать как я завариваю засушиться может кто у кого уже такой опыт опыт есть поделитесь пожалуйста о это вообще мизерный какой-то а кореш корень какой ну для него это так пошла я дальше тут тоже о вот это корни надо было сразу с этого начинать вот это хорошее какое-то интересный интересное кино а а почему такая разница хороший корешок как-то мне туда-то листья еще один большой тоже хороший что-то я застряла розы мне держит вот я стала здесь разбираться немножко даже сомневалась или это одуванчик вот это видно что такой молоденький корешок естественно не очень как все как жизнь а вот этот тут здесь листочки такие ну похоже же даже одуванчик но видимо возрасте таком почтенном и соответственно корешок такой у этого было корешок такой мощненький вот и вот он соответственно ли листочки такие но уже такие отрывы потрепанные ну факта что листочки не такие нежные но по не но я всегда считала что это одуванчик принципе что это он не колючий форме листьев на одуванчик похож в общем может кто скажет поправить меня или посоветует нет ну я вижу что все таки это одуванчик в общем пошла их мыть вот этот возьму на салатик он такой молоденький свеженький этот выкину конечно корень оставлю вот так столько корешков ну и тут еще немножечко маленький совершенно там немножко ну хватит я думаю на кофе хочу показать еще вот эту осеннюю красоту вот он всю зиму будет стоять специально это кстати говоря вереск вереск это по-русски вереск да это по-немецки я так перевела и это очень такая травка полезная она разных цветов бывает и это одно средство для нервов как успокоительная против депрессии так что такая красота тоже полезная и еще вот такая растет пастушья сумка я рассказывала что она просто у нас везде одно время вообще ее не было а сейчас насеялась и вот ее она растет при дороге в основном там где ходишь и я ее сорвала вот с корнями легко было вырывать так как дожди были и почва мокрая и и вырвала чтоб посадить себе у меня здесь уже растет я ее тоже посадила вот недавно с ямку сделала хочу рассказать про пастушью сумку это очень такой хорошая хорошая травка она регулирует кровяное давление что очень важно я хочу показать многие знают что у нее такие вот сердечко можно увидеть и не знаю вот такие листочки сердечки вообще растения если на них смотреть и замечать как они выглядят можно понять от чего они вот сердце это вот кровенода все у нее спектр очень большой поэтому но это такое вот для меня главное что в принципе время от времени можно пить это тоже для женщин хорошая травка можно в интернете прочитать не буду много рассказывать такие счет у нас цветет не такой хороший кустик еще зелененький часа его посажу все корешки одинаково были посажу такие листочки вот такие листочки тоже снизу я даже подумала что это одуванчик но сразу как-то не обратила внимание думал вместе растет вот надеюсь он примется ну корни не повреждены вроде бы я хочу еще сказать вот я работаю руками без перчаток конечно ногти ногти маникюр но хочу сказать что это очень хороший способ чтобы земля забрала если еще так подержать и представить что вытягивает все какие-то страхи какие-то проблемы знаете все возможное что человек у него много всяких это обиды и подержать поработать хорошо было бы если бы каждый день ну в идеале хотя бы несколько раз в день в неделю подержать пять минут чтобы полечиться руки можно помыть не страшно а вот такой способ очень даже действенный если конечно представлять и доверять природе и говорить что чтобы все проблемы все обиды все страхи какие-то забрал забрала земля вытянула и там переработала что все на пользу шло пойду мыть руки корень одуванчика я вот промыла щеточкой такой чистенький корень теперь вот разложила так чтобы постепенно будет сохнуть мне не к спеху вот как высохнет наверно покрошить или посмотрим покажу и заварю кофе одуванчиковая скажу какой на вкус может кто уже пробовал кому-то может нравиться я буду очень рада если кто-то отзовется и поделится своим опытом вот сейчас я еще возьму для пресну перекисью вот мне такая перекись из пресну чтобы какие-то микробы бактерии ушли было уже точно чистенько до новых встреч всем добра будьте здоровы